В чем трудность обычного человека понять, что Бог такой, как Он есть? Почему Тора нам заповедует твердить своему сердцу? Неужели это так трудно понять? Мы-то знаем, что трудно. Но во времена Алтар-Эбе, возможно, люди были другого уровня. Возможно, если бы Алтар-Эбе был в нашем поколении, он бы не спрашивал этот вопрос. Неужели так трудно? Но тогда, да, был задан такой вопрос. И Рэбе начинает повествование здесь уже. И начинает со слов «Леулам Ашем Двархани Цаба Шамайм». Слова Всевышнего постоянно находятся в небесах. Как эту фразу из Тейлим можно понимать? Можно эту фразу понять таким образом, что Всевышний в шесть дней творения дал импульс. У него же было шесть дней для того, чтобы сказать десять речений. Что такое речение? Десять предложений, которыми он сотворил мир. Например, да будет свет, да будет земля, да будет небеса и так далее. То есть эти предложения, которые Всевышний сотворил. Он этими же предложениями сотворил и материю. И получается так. «Леулам Ашем Дварха Ницаба Шамайм». Вечно твои слова находятся в небесах. То есть, если эти слова не будут в небесах постоянно, значит небес не будет. Или можно понять, тогда в шесть дней творения Всевышний сотворил эти небеса. И до сих пор сила его слов, которыми он сотворил эти небеса, находятся в них и поддерживают их существование. В любом случае, так или эдак, мы понимаем, что в небесах находится постоянная его сила. И здесь есть два момента. Допустим, человек творит что-то. Я ремесленник, беру глину на круге, делаю из этой глины горшок, обжигаю его, ставлю этот горшок на полку. Этот горшок больше во мне не нуждается. Он живет своей жизнью, я живу своей жизнью. Понятное дело, что это абсолютно не похоже на творение, которое сделал Бог. Я всего лишь изменил глину, придал некие формы и свойства, и теперь она существует. То есть я сотворил ешь-миешь, что-то из чего-то, а Бог сотворил что-то из ничего. То есть получается, есть кардинальная разница. Люди почему-то думают, что есть сходство между этим творением и творением Бога. То есть Бог сотворил в шесть дней мир, поставил, так сказать, этот мир на полочку. Теперь он занимается своими делами. А мир существует сам по себе, он в Боге не нуждается. Ничего подобного. Слова из Тиелим говорят, что если этой энергии не будет в этом мире, тогда этот мир не сможет существовать. Потому что этот мир создан ешь-ми-аэн из полного ничего. Тогда какой пример этому подойдет? Этого в тайне не написано, но я могу привести этот пример из другого места в хасидизме. Если человек кидает камень, в момент полета этот камень берет откуда-то силу для того, чтобы бороться с силой притяжения. Значит, эта сила уже не связана с человеком. Человек даже, может быть, захочет этот камень остановить, но уже не может. Он оторван от человека. Но, с другой стороны, это сила, которую дал человек. Он дал импульс этому камню. Можем ли мы привести такую аллегорию, такую аналогию сделать с сотворением мира? Бог сотворил мир в шесть дней творения. Он дал импульс для того, чтобы мир существовал. Эта сила находится в нем. И теперь этот мир существует, скажем так, по инерции. В чем проблема, так сказать? А проблема в том, что по этой аналогии Бог уже не может ничего изменить в этом мире. Как с камнем. Я уже не могу этот камень остановить. Бог в этот мир вмешивается. Более того, Он знает об этом мире все. Потому что Он является частью Его. Невозможно сделать эту аналогию на самом-то деле. Почему? Потому что на этом примере есть Я и есть камень. Это два разных объекта. Для Бога нет ничего, что отдельно от Него. И поэтому невозможно сказать, что Бог сотворил этот мир в шесть дней. Потом дал Ему импульс. И этот мир существует сам по себе. Значит, мы должны эти слова из Тиелим понять именно так. Слова Бога не просто находятся с шести дней творения в небесах. Они находятся в небесах постоянно. Причем сознательно Бог дает эту силу небесам, чтобы они существовали. Каждую секунду эта жизненная сила идет от Всевышнего. То есть, по сути дела, Бог творит этот мир каждый день из полного ничего. И этот мир еще вдобавок является частью Его. И таким образом, если эти силы уйдут к своему источнику, то все, что существует, не будет разрушено. А просто исчезнет. Как многие говорят, Бог во время гнева может разрушить все. Как, например, во время потопа, во время казни египетских. Нет, ничего подобного. Богу ничего не надо делать для того, чтобы этот мир исчез. Он просто вернется к своему корню, потому что он является частью Его. И получается, что буквы, которые являются, по сути дела, энергией, разными видами энергии, потому что каждая буква отличается от другой, дает этому миру определенные силы. Причем разные силы. И в этих сил множество. И поэтому сказал Аризаль, что в каждом материальном предмете, в каждой частице материи, есть душа. И эта душа является буквами еврейского языка, которые вышли из уст Всевышнего. Опять же, что такое устав Всевышнего? Устав Всевышнего – это тоже аллегория, которая говорит о том, что Всевышний раскрыл божественность. Так же, как человек при помощи речи раскрывает сокровенное, так и Всевышний в момент творения раскрыл божественность, раскрыл свою сокровенную силу и таким образом создал мир. И вот та частная энергия, те частные силы, которые вышли из уст Всевышнего, оживляют нашу материю. И даже в неживой природе есть эти силы, которые постоянно оживляют каждую частицу. И тут спрашивается вопрос, если было всего лишь 10 речений, каким образом такое многообразие получилось? И Рэбе здесь нас отправляет, книги Ицера, там описывается, каким образом эти буквы проходят перевоплощение. Всего есть 231 ворота, которые называются Панивы Ахор, то есть лицо и затылок. Есть, скажем так, обратные буквы и обратные сочетания букв. И, по сути дела, этим занимается Кабала. Исследованием насыщения материи этими буквами и их графическое даже изображение. Ну и тем более произношение. То есть, тот язык, к которому мы привыкли, является последней стадией перевоплощения этих букв. И те названия, которые мы знаем, тоже являются последними перевоплощениями. Но у каждого перевоплощения есть корни, и эти корни доходят до 10 речений при помощи вот таких вот манипуляций. Кроме того, каждая ступень буквного сочетания она несет больший или меньший заряд этой энергии. То есть, если мы говорим про корень, то там этой энергии больше. И если мы говорим про название материального предмета, каждое название материального предмета каким-то образом свидетельствует о его энергийной сущности. Но в любом случае эта жизненная сила тоже называется душой. По сути дела, божественность таким образом приходит к каждой материальной единице. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова